Можно, пожалуйста, килограмм лайкусиков под этим видео? Пожалуйста. Ну что, ребята, очередное последствие после Weekend League. Почему у человека грустное ебало? Потому что он играет в FIFA нахуй. Да-да, не удивляйтесь. Всем здорова, с вами я, PandaFX, и у меня немножко накипело. Будет немного бомбительное видео, вы уж простите, мои нежные телезрители, но немножко потерпите. Все началось 2-3 дня назад, когда яшники оповестили о том, что они выпускают новые карточки. В первое время оказалось, что они выпустят карточки с апгрейдами, там, даунгрейдами и все такое. Но потом в итоге оказалось, что они выпускают перспективных игроков, которые в будущем могут как-то стать звездами. И в итоге они выкатывают вот такую вот команду, где какие-то нонеймы-пиздюки 2000 года рождения имеют рейтинги круче, чем у легенд. И скажите мне, пожалуйста, это, блядь, по-вашему, нормально, когда у Джуниора, блядь, статы круче, чем у Неймара, круче, чем у любого флангового кумира? Когда у Клюверта, сына легендарного Клюверта, круче статы, чем у Бати? Что это за пиздец? Каково сейчас Бати, мне просто интересно, который понимает, что у него рейтинг хуже, чем у его сына. Это ж полный, блядь, бред. И вы знаете, почему они делают эти ивенты? Потому что они понимают, что их игра говно. Да, давайте смотреть правде в глаза, FIFA 19, наверное, худшая за последнее время. И вы знаете, в чем парадокс? То, что каждую FIFA мы говорим, что хуже уже не будет. И каждый, блядский раз, все хуже и хуже. И вчера снова я в этом еще раз убедился. Точнее сказать, убедился мой геймпад. Следное последствие после Weekend League. Я не знаю, чуваки, наверное, эта игра когда-нибудь меня убьет. Ну, посмотрите, что я сделал с геймпадом. Простите, соседи. Прости, геймпад. Но это ебаная Weekend League. Сейчас я вам покажу, из-за чего, собственно, все это и произошло. В общем-то, 2-3 я проиграл. Статистика более-менее ровная. У чувака 4 удара, 103 гола. Ну и, собственно, из-за чего я забомбил. Я выигрывал к концу 90-й минуты. И мой соперник мне на 90-й минуте забивает вот такой отгол. Посмотрите. Ну, вроде как бы ничего необычного. Обычный гол. Но если присмотреться, мы поймем, что очевидные скрипты просто налицо. Смотрите. Модрич. В общем-то, смотрим. Модрич бьет по мячу. И угадайте, куда он с вероятностью 99,9% отскочит на 90-й минуте. Конечно же, идеально на ногу ковань. Не влево куда-нибудь, не вправо, а просто в ноги. Кто считает, что это просто нытье, и во всем виноваты мои кривые руки. Можете не смотреть. Желаю вам удачи. Играйте в эту игру и наслаждайтесь жизнью. А те люди, у которых есть глаза, все прекрасно понимают. Ну, смотрите. Просто идеально. Миллиметр в миллиметр. Просто сантиметр, сантиметр под удар кованьи на 90-й минуте. Совпадение. Да, обычное совпадение. Идем дальше. Я пропускаю на 119-й минуте. Я, опять же, выигрывал. Смотрите, в дополнительное время я забиваю за Луиша фигу. Но окей, на 119-й минуте он еще тоже нормальный гол забил. Тут, в принципе, без всякой хуйни. Ну и, собственно, 120-я минута. Опять же, начинается время скриптов, когда последние минуты игра сходит с ума. Все идет против тебя, собственно. Что тут и получилось? Соперник бьет поворотом. Попадает в штангу. И угадайте, куда с вероятностью 99% отлетит мяч. Конечно же, идеально. Просто идеально надо гублять моему сопернику. Вот такая вот прекрасная игра. 119-й, 120-й. И 90-я минута. И в итоге минус геймпад. Не знаю, как вы, ребята. Мне кажется, я скоро сойду с ума. О, за мной уже выехали. Если, ребята, вы считаете это нормой, то флаг вам в руки и идите дальше играйте в эту прекрасную игру. Но, как по мне, это полный пиздец. Но не суть. Мы к этому должны привыкнуть, потому что и я всеми силами топят за равноправие. Равноправие между игроками. Если ты ебаный бищ, то ты плюс-минус должен играть наравне, как и топовый игрок. Не важно, что у тебя состав хуже. Не важно, что ты играешь хуже. Ну и так вот, давайте снова поговорим про эти карточки. Сейчас на дворе у нас январь. Январь. А мы уже имеем хуеву тучу разноцветных карточек. С рейтингами 90. Миллион миллиардов. Сексиллион-сексиллионов. И это все делается для того, чтобы удержать аудиторию. Они прекрасно понимают, насколько хуевая у них игра. И они всеми силами пытаются заманить игроков обратно, которые вот-вот хотят съебаться отсюда. Тотти закончились, хай пропал. И буквально на следующий день они выкатывают новое обновление. Которое намекает нам о том, что у нас снова будут новые карточки с какими-то невероятными рейтингами. Ребята, говорите, что хотите, но как по мне, это полная херня. Ну как, блядь, чуваки 2000 года рождения могут иметь рейтинги, которые круче легенд? Как по мне, игроки кумиров должны быть недосягаемыми. Какие там информы не были бы, какие там карточки суперсветными не были. Но у нее другая логика, главное задонать, и все у тебя будет заебись. Кстати, о донате. Я помню говорил о том, что я больше никогда не буду донатить в эту игру, но вчера сорвался, да. Я клюнул на эту удочку, но не сильно клюнул. То есть задонатил все лишь 12 тысяч фапоинтов. И мой самый лучший дроп был вот этот вот парень. Франция. Форвард. Сработало, ребята! Грисман 89. Великая музыка, великих людей. И клип отлично. Заебись! Рабочий метод. 89 рейтинг. Вы знаете, в наших реалиях поймать Грисмана за 12 тысяч фапоинтов, это... Ух, какая удача! Спасибо, ESports. Это было круто. Также на стриме я выполнил стандартную мини-ачивку для любого фифера. Собрать драфт 190. Получилось это у меня то ли с пятой, то ли с шестой попытки. Но факт остается фактом. У меня это получилось. Я реально не поймаю, как яшники собираются дожить такими темпами до 20-й FIFA, если уже столько людей отказываются от этой игры. Потому что это не игра, это сплошной симулятор ебаных файнас-шотов. Загляните на любой турнир, зайдите к любому киберспортсмену. Они играют все файнас-шотами. Кто-то скажет, что это, да, эффективный метод забивать, поэтому все так играют. Но почему так игра допускает, чтобы, блядь, определенный удар был, блядь, метовым говном, блядь? Почему, блядь, я не могу играть разнообразным образом? И почему в каждой FIFA есть какая-то залупа? В 14-й голова, в 15-й пейс, в 17-й ебаные прострелы, в 18-й еще какая-то залупа. Почему в каждой FIFA какая-то есть хуйня, при помощи которой ты можешь играть как конченый еблан? А я вам скажу почему. Потому что, опять же, FIFA это, блядь, равноправие. FIFA за то, чтобы все, блядь, нахуй были на одной волне, так скажем. Не знаю, ребята, как я дальше буду играть в эту херню. Если бы это не касалось моей, так скажем, работы, я бы вряд ли в это говно бы играл вообще. Поэтому и вам не советую. Смотрите меня, наслаждайтесь и сохраните свои деньги лучше на что-то более полезное. С вами был я, PandaFX. Если согласны с моим мнением, поставьте лайк, поделитесь этим видео, пишите комментарии и всем хорошего настроения. Пока!